Всем привет! И сегодня у нас на распаковке Traxxas 3x4 Bronco. Знаете, что это такое? Конечно, все знаете, ничего нового здесь нет. Распаковка их уже много, тестов уже много, но у меня таких не было. Здесь у нас с вами представлена модель с блокировками, с пониженной передачей, с мегакопийным кузовом, в общем, короче, на порталах. Это Traxxas 4 Bronco. Итак, здесь, ребята, что у нас есть? Колеса, конечно же, 1,9 дюйма, потом дальше у нас стоят с вами портальные мосты, здесь у нас есть металлические редуктора, приводы, ну, то есть, в общем, металл. Это серво, аппаратура управления, многоканальная, где все переключается, ну, и стандартный приемничек. Здесь не тот, тачка, конечно же, немного БУ, но ничего страшного. Давайте приступать к распаковке. Так, открываем, что у нас здесь есть. Так, это нам не надо. И вот он, наш красавец, как по-другому еще называть. Конечно же, мы получаем инструкцию по эксплуатации, дополнительные, скорее всего, наклейки, даже не вскрывалось. Но тут можно посмотреть, какие запчасти на него заказывать, может быть, даже можно найти, какой филик можно заказать на эту модель. Упс, упала аппаратура, ребят. И вот она, многоканальная аппаратура. Питается у нас с вами четырьмя пальчиками батарейками. Здесь у нас есть с вами пониженная передача, включить выкл. И блокировками переднего и заднего моста. Мосты здесь свободны, при необходимости просто заблокируются и все. Дальше, у нас с вами здесь есть мягкое колесико, очень удобная аппаратура, уже тысячу раз об этом говорил. Самая удобная аппаратура из всех, которая мне нравится. Ну, у каждого свое. Еще второе место отдам, это X300. Но здесь уже каждый выбирает непосредственно под себя. Давайте освободим вот этого родного пакетика. Настоящий, настоящий Ford, если не ошибаюсь, Ford F-150 1966 года. Ford Bronco Ranger. Какой Ford F-150? Это Bronco, да. Ребят, извините. Вот. Итак, трофейка, трофейка. Здесь у нас что с вами? Мега копейный кузов весит. Ну, побольше гелика, потому что он у меня Sport. Что еще? Сзади здесь у нас, посмотрите, а? Какие фары. Как смотрится модель. Ну, потрясающе. Здесь сразу же есть пороги. Ну-ка, резину посмотрим. Кстати, мягкая резина. Намного мягче, чем у... Причем резина штатная. Она реально, ребят, мягче, чем у Sport. Ну, про резину гелика я уже вообще молчу, тут говорить нечего. Вот это да. Очень мягкие. Очень мягкие. Такие более свободные, чем у меня даже на Sport. Амортизаторы. Ну, все. Классно. Никаких вопросов нет. Итак, здесь у нас стоят также дворники для копийности. Зеркала. Ручки, посмотрите. Но они не функционируют. Здесь спереди у нас с вами, ну, понятно, что передний бампер. Можно вставить свет. Решетка такая классная. Ну, да. Слышите. Внешне никаких вопросов по данной тачке у меня вообще нет. Да и вообще-то RX, вы сами знаете, славится, да. Открываем. Спереди у нас с вами вот такой вот черный. Также есть держатели. Все, никаких вопросов нет. Очень приятный, Александр, который я не знаю, чем сломать на морозах. Только, наверное, боком ездит. Итак, шась. Всем известный. TRX-4 на 4х4. Свободные мосты. Блокировки дифференциалов. Передний и задний. Также есть блокировка. Точнее, не блокировка, да. А пониженная передача. Чтобы модель могла лазить, ползать, карабкаться. Здесь высокие стойки у Sport. Вот, ну понятно, что все здесь сделано из пластика, кроме металлической деки. Держатель пока, вот аккумулятор. Здесь стоит уже другой мотор. Мотор стоит 35 витков 550 класса. Оно, видать, родной. Вы сами знаете, долго они живут. Был уже поставлен дополнительный новый регулятор оборотов. Также влагозащищенный 2С и 3С. Ставится штатный. Наконец-то подвели кнопочки on-off. Почему-то здесь... А, ну да. Там она на TRX включается. Здесь влагозащитный приемничек под бокс, да. Чтобы у нас поставить для аппаратуры. Здесь стоит спереди еще дополнительная площадка под аккумулятор. Серва. Ну, походу... Давайте... Да, 2075X. Это у нас полностью родная серва еще стоит. Ну, да. Еще функционирует. Это еще хорошо. Здесь стоят хромированные накладки. Мне кажется, просто пластиковые. И вот они наши с вами портальные мосты. Здесь все родное. То есть, стоит для рулевой тяги. Ребят, мне очень нравится резина. Она реально мягкая. Причем машина, ну, на балконе снимая, довольно-таки прохладно здесь. Прямо реально, ребят, мягкая резина. Мягкая резина. Продолжаем. Что еще здесь есть? Хромированные вот такие вот бампера. Ну, они хромированы, конечно же, это сверху. Просто хром сами они себе. Пластиковые. Дополнительно здесь можно поставить фаркоп. Ну, и стандартная площадка. Здесь ничего такого. Дальше. Здесь у нас есть пороги. Пороги стоят, мне кажется, как на TRX4 Sport. То есть, все это стандартно. Ничего нового. Да, конечно же, металлические дифференциалы. Передние и задние. Здесь все это стандартно. Здесь ничего нового. Полностью металлические амортизаторы, которые довольно-таки, как я еще раз говорю, что-то у меня со спортом, видать, не то. Потому что эти намного мягче, намного приятнее работают. Может быть, уже доработанные. Вот. В остальном, ну, это обычно TRX4. Здесь нужно тестить, смотреть, как тачка ездит. И оттуда уже принимать какие-то дополнительные решения. Потому что очень интересно, как себя будет машина вести с блокировками. Либо, допустим, наоборот, ребята, без. Как вы думаете? Пишите в комментариях, кто на чем ездит. Кто ездит на Спарте, кто ездит на Бронко. Либо на Defender, либо на TRX4 G500. Кому что больше нравится. Кому нравится больше с блокировками, а кому нравится без. Потому что знаю много отзывов, которые ставят именно задний мост полностью сразу же заблокированный. Зачем вы так делаете? Может быть, для разворота оставляете передний. Ну вот. Здесь могу сказать честно. Мне понравилось. Очень понравилось именно резина. Ну а в остальном, TRX4, нет вопросов. Для меня это лучшая трофейка, лучшая шась. Кузов выбирайте каждый сам. Мой кузов это G500. Вам выбирать, конечно, самим. Ну согласитесь. Ford. Тех годов Ford. Это тема. Ребят, это была распаковка TRX4 Sport. Ford Bronco. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Всем спасибо. Пока.